В эфире самая оптическая среди мистических и самая мистическая среди оптических рубрик программы Галилео, которая называется «Эксперименты». Друзья, красота какая, а? Кубик мы сделали, видите, какой высокий. Как я сюда собрался, не знаю. Страшно даже, честно говоря. Ну да ладно, не об этом сегодня речь. Речь о другом. Вот у меня в руках обыкновенный бокал, казалось бы. Скажите, пожалуйста, что больше, высота бокала или длина вот этой вот окружности? Еще раз, высота бокала или длина окружности? Конечно, длина окружности кажется меньшей. Давайте измерим, как на самом деле обстоит дело. Я бы с удовольствием это сделал. А вот у меня есть действительно. Это маленькая рулеточка. Итак, длина окружности у нас равняется... Можете, кстати, дома проделать то же самое и убедиться. 26 сантиметров – это длина окружности, а высота бокала... Высота бокала – 22 сантиметра. Высота бокала меньше, чем длина окружности. Это оптический обман. Точнее, нам кажется, что длина окружности меньше, а на самом деле она больше. Такой же оптический обман, друзья, и куб, на котором я сижу. Чтобы это продемонстрировать, нужно всего лишь... Костя, ну-ка, давайте немножко вправо. Вот и все. И видно, что сижу я не на магическом кубе Алексея Иванченко, который привлек для этого и по ту, и по сю сторонние силы, а на обыкновенном полу, который правильно обрисован вокруг меня вот такими замечательными горящими свечками. Таким образом, это была обычная оптическая иллюзия. Нету никакого куба, но на самом деле вы его можете видеть, если у вас телевизоры 2D. Так что, друзья, не доверяйте вашим телевизорам 2D, доверяйте телевизорам 3D.